всем привет сегодня будем менять процессор 2620 v3 xeon на более мощный 2660 v3 6 ядер против 10 и заодно поменяем систему охлаждения на более мощную приступим отключаем наш кулер процессорный пластины такие фиксирующие аккуратненько отжарить кулер на 4 медные трубки кстати не заметил трубочки то чуть-чуть гануты ну да ладно берем крестовую отверточку и откручиваем переходное кольцо материнка у нас куананжи x99 f8 топ среди китайских материнских плат с активным охлаждением зоны врм правда они шумят эти кулер ручки но зато охлаждает хорошо врм-ку она не греется можно втыкать самые мощные процессы так сняли колечко теперь 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 отщелкиваем два фиксирующих усика чпок обращение протру и уберу коробочку для дальнейшего использования. А может просто будет лежать. Вот он наш новый проц 2660-го тренинг. Скрываем. Обязательно смотрим, чтобы ключи на процессоре и на сокете совпадали. То есть вот это вот треугольничек и здесь на платформе тоже треугольничек. Их совмещаем, дабы не погнуть ножки сокета и закрываем крышку. Дальше берем термопасту, желательно какую-нибудь хорошую. Ну и я использую ARCOOL. Вот такой ARCOOL. Вроде ничего. Тонким слоем. Сначала выдавливаем немножко. Вот. А затем тонким слоем размазываем поверхности процессора. Так, все размазали. Размазали. Берем наше переходное кольцо и перекручиваем его. Так. А вот теперь берем наш кулер. Новый. Новый на четыре медных трубки. Ну вот для этого процессора хватит. С глаза. И аккуратненько ее устанавливаем. Все. Все. Он у нас установился. Ну а теперь подключаем питание четырех пин. Четыре пин кулера. И на этом все. Вот такая не сложная процедура. Занимает несколько минут. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кому помогло это видео. И ждите новых видосиков. Их будет скоро очень много. Все. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.